ребятушки всем привет всем хай из солнечной австралии записываю очередной долгожданный выпуск мы сейчас находимся с вами в городе мельбурн это столица штата виктория располагается на юго-востоке австралии прилетел я вчера прямым рейсом с города пьер до мельбурна полет занял у меня порядка трех с половиной часов летели мы и над пустыней летели мы и вдоль береговой линии билеты мне обошлись примерно 600 долларов приехал я в мельбурн по определенному случаю сегодня выступает одна из моих любимых команд 30 секунд до марса вечером будет концерт на стадионе билет я покупал заблаговременно в прошлом году еще в ноябре заранее как только получил уведомление на почту с определенной платформы которая занимается перепродажей билетов а то что с 30 секунд до марса приезжают у них будет австралийский тур естественно я добавился в этим лист в лист ожидания получил уведомление купил билеты по прилету в аэропорт я сначала думал каким образом не добираться до отеля но частью у них здесь общественный транспорт достаточно хорошо развит можно добраться с аэропорта в центр города буквально за 30-40 минут билет покупаешь в киоске билет стоит 23 доллара с учетом налогов погода к сожалению вчера меня абсолютно не обрадовала только мы прилетели сразу же пошел дождь конкретный ливень благо я взял с собой зонтик был предусмотрителем потому что мне местные ребята впервые сказали то что погода здесь сейчас вот солнечно через два часа здесь может быть очень сильный ливень погода абсолютно непредсказуемо как вы видите я стою в китайском пуховике еще на всякий случай одел рубашку температура сейчас 13 градусов сперта вчера вылетал температура там было 24 градуса и так я хотел бы с вами сегодня поделиться своей истории своей поездкой сожалению я во времени очень сильно ограничен здесь буквально два дня вчера приехал завтра уже утром я улетаю поэтому попробую за один день снять контент ну что ребята пойдемте на экскурсию так я думаю так он что-то студента чешут ладно давайте пройдемся в музей здесь еще рядом располагается музей посмотрел в гугле почему бы и нет можно зайти посмотреть да вот это и музей современное здание очень интересно футуристичное виде прямоугольника стеклянного для школьников отдельный вход предусмотрен здесь для обычных посетителей свой здоровенный музей здоровенный все билете купил 32 с половиной доллара мне билетик обошелся он покрывает также выставку динозавров ну и стандартный вход в музей спускаемся погнали так ребятки вы особо не переживайте я не собираюсь снимать весь музей показывать каждый экспонат заходить в каждый зал так буквально сделаю нарезочку вам 35 минут любопытство ради посмотрите как здесь музей устроен но не более того мама мия так тут короче громко музыка ряд нифига не видно будет не слышно особо о ты зацените челюсть 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 тирекса надо сейчас почитать где ее обнаружили настоящая челюсть да какой красавчик немножко я расстроен знаете почему потому что на этой выставке был только один скелет тирекса и его череп все голова я-то ожидал здесь будут динозавры блин если бы я знал бы хрен бы билет покупал ну ладно же обозначение есть можно выбрать любой зал который нас интересует мы посмотрим сейчас пройдемся быстренько ох ты это что такое похоже на кита да это голубой кит скелет голубого кита то это питоны сингапурские питоны я даже не думал что питоны могут быть таких размеров а нет ребята я ошибался это на тирекса было только небольшой закуточек отдельную выставку а вот есть скелета динозавров сейчас я вас сейчас я вам всех их сниму обязательно здорово здорово народу короче дофига здесь здесь в основном школьники и дети школьники и дети пенсионеры те кто не работают данный момент впечатляет впечатляет я конечно ни разу не видел ничего подобного вот это я вам точно должен заснять австралийский пауки гигантский добро пожаловать в австралию ух ты да красавчик стоит какой я надеюсь камера запишет качественно видос без особых пикселей но у меня айфон же сами понимаете качество должно быть нормальная надеюсь на это очень надеюсь еще такое музыкальное сопровождение сделали интересно здесь везде стоят гиды смотрители зала понятно чтобы дети через заграду не перелазили но я же не дурак тоже не буду для этого делать более здесь забор стеклянный в музее везде короче у них продумано спана может дети могут прыгать веселиться на таких штучках на батутах в общем да так куда можно еще пройти одежда у меня не особо интересует сами знаете почему пойдем наверх музей конечно ребята впечатляет просто необыкновенных размеров здоровенный все продумано интересно выставочные залы на различную тематику вот так что если будете проездом в мельбурне так что если будете проездом в мельбурне обязательно сходите в местный музей посмотрите я думаю вам понравится а это кстати официальный герб австралийский здесь получается эму и кенгуру вместе с щитом располагается кенгурушка совсем как живая так же как и эму хорошо чучело сделали из них первое австралийские жилища да вот смотрите как они тривиально выглядели по сути что такое сарай печка и все не более того где-то я снимать не буду вот такие дома с 1860 года повсеместно строили в австралии так выглядеть дома можно зайти внутрь посмотреть ну понятно как дача электричество нету но зато была печка камин все как полагается кому интересно узнать как раньше жили но мне допустим интересно какие раньше были жилища у людей кто проживал больше 150 лет назад маленькая комнатка я так понимаю здесь вот типа угольная для угля ну да а не туалет судя по ведру снизу что это первый троллейбус троллейбус первый трамвай первый поезд мельбурновский трамвайчик карета карета какие раньше кареты были забавные так ребятки я думаю мы наверно с вами пойдем дальше потому что смысла нету сейчас здесь заострять особо внимание на всех залах как я и говорил 35 минут буквально вам поснимаю чуть-чуть и пойдем дальше гулять в общем вышли мы из музея сейчас попробую пройтись хотя бы по периметру показать как это здание выглядит со снаружи вот если есть внутри какая-то выставка то зайдем посмотрим тоже выставку буквально минутки две три без любопытства ради вот как я и говорил погода здесь переменчиво еще стоял начало снимал до входа в музей было тепло не было ветрено сейчас выхожу и ветер достаточно такой свежий морской бриз вот да конечно снаружи классно выглядит как дворец надо будет потом посмотреть какого года постройки это здание сейчас пройдемся по периметру ну скорее всего получается не запустят меня туда не запустят а вообще было бы классно посмотреть что там внутри как оно будет выглядеть деда дед попал в кадр ладно я думаю он будет звездой просил сейчас у деда дед говорит нет все выставка закончилась немножко поздновато вчера выставка закончилась вот они сейчас разгружают я буду следующую делать ну ничего если еще раз приеду ставим двор сходим сюда прогуляемся посмотрим что внутри ребятушки смотрите какая прелесть вот я сейчас выхожу от этой выставки и здесь в кустиках сидят вот смотрите уточка со своими малышами на но прелесть же согласитесь ребят и это вот везде что мне нравится здесь животные себя чувствуют просто великолепно спокойно никто их не гоняет никто их не обижает да и получается прямо напротив этого royal exhibition building можно встретить небольшой скверчик с озерцем с водопадиком с водопадом спонтаном спонтаном утки здесь у нас везде плавают купаются нормально вот я смотрю люди уже с утра начали вылазить раскладывают нам покрывальца пикничок у кого-то ректификат в корзине лежал я думаю австралийцы без этого не одно мероприятие ни одна прогулка не обходится вместо воды в термос наливают себе я не знаю швепс чем-нибудь свешивают тактики ректификатом вкусным и сидят балдеют я тоже так делаю иногда когда жена разрешает вообще мельбурн был основан в 1835 году как сельскохозяйственное поселение спустя 30 лет в 1865 году благодаря золотой лихорадке он быстро стал метрополитеном до 1835 года данную территорию заселяли коренные жители австралии это аборигены они здесь проживали по подсчетам ученых порядка 40 тысяч лет в том же году в 1835 году северная часть реки яра было исследовано джоном бэтменом это австралийский путешественник и исследователь на тот момент он договорился с местными вожеками племен и выкупил порядка 600 тысяч акров то есть это примерно 24 две с половиной тысячи квадратных километров благодаря ли золотой лихорадке спустя 30 лет кардинально все поменялось стали появляются деньги в штате стали появляются деньги в городе огромные инвестиции в общем город стал развиваться приносить доход штату начали мы сегодня с музея сейчас пойдем пройдемся вниз попробую зайти здесь мне где-то попадался университет мельбурна по-моему старое такое здание историческое комбинированно рядом построили современные корпуса кампус вот попробую зайти туда пройдемся мы с вами сейчас ближе к центру города посмотрим похожу по улицам покажу вам как чего устроена интересно конечно здесь архитектура меня жутко впечатляет классно современные вот эти здания стоят высокие смотрите какое здание такое высокое интересно она жилое здание или нет или чисто под бизнес под офисы отдали сколько здесь тоже не знаю на этажей 40 да все таки мельбурн совсем другой город сильно отличается от перта том городе где мы проживаем перед выездом я с коллегами разговаривала поделился с ними говорю выезжают мельбурн отдохнуть на два дня на концерт они говорят вот увидишь город сильно отличается хотя вроде бы казалось австралия но город более современно выглядит другие улицы другие улицы другие люди абсолютно другая архитектура другой вайп что самое главное не сказали другой вайп пертон знаете больше похож как на такую двухмиллионную деревню здесь население 5 200 ориентировочно по официальным источникам 5 200 но город кипит все такие ритм большого города мне больше импонирует по духу и интересная игра вот народ видите на этом на перерыве играет вышли здесь ругаться не будешь то я их снимаю время проводит культурно сейчас перерыв вышли повеселились либо отделка прикольно держу путь и мне попалась старая австралийская мельбурнская тюрьма наверное одна из самых первых они сделали из этого музея для туристов давайте пойдем посмотрим я купил билет короче билет обошелся мне 38 долларов нам дорогая вот это да что то интересное 38 долларов стоит билет вход в старую мельбурнскую тюрьму австралийскую предложили мне еще в сопровождении там за 5 долларов дополнительно повесить датчик аудио типа как экскурсовода то есть можно проходить и включать в определенных местах нажимаешь на кнопочку тебе проигрывается зеленая аудиозаписи рассказывающие какие-то там определенные вещи вот но я отказался от этого потому что у меня времени особо нету но мне сразу сказали закладывать один час что просто по тюрьме пошарахаться let's go вот она вот она австралийская тюрьма построена была в 1900 году получается сейчас посмотрим по макету если моя память не изменяет так она выглядит сверху макет была построена в 1800 девятисотом году камеры все открыты можно в любую зайти посмотреть как здесь раньше заключенные содержались несколько ярусов раз два три два яруса то есть три этажа трехэтажная тюрьма камеры совсем маленькие но наверное так и положено во всех тюрьмах и сейчас и тогда все камеры пронумерованы здесь вот оказывается есть выход на внешний дворик может быть какой-то запасной выход конкретная конкретная дверь решетка вот видите туристов не особо много кстати хотя да сейчас будний день и может быть это не местные соки новость лестница идет на второй на третий этаж ну да мы сейчас быстренько пройдемся посмотрим до 5 жутко конечно ребята я вам могу сказать что выглядит это все достаточно жутко очень жутко в некоторых камерах можно увидеть такие экспонаты плеть для пыток ужас наверняка здесь есть какая-то отдельная комната пыток я выйду на внешнюю территорию на улицу посмотрю по-любому там есть раз мы сейчас видели плеть как экспонат там я видел веревки для повешения и так далее какие-то биты с шип шипами ну и не стал все снимать не надоет вот наверняка я уверен что здесь люди страдали жестко здесь все было как и в любой тюрьме он группа туристов вышли в сопровождении гида но нам гид ни к чему потому что это стоит денег это стоит денег это во первых во вторых нужно очень хорошо знать английский язык сто процентов будут использовать свои речи какие-то депричастные обороты слова для меня неизвестны поэтому мы пожалуй откажемся от таких услуг но скорее всего здесь даже нара не было просто голый бетон голая камера пустая холодная мрачная страшная жестких условиях они содержались сто процентов и думаю здесь не было ничего не подушки не белья не одеял вот как на голом полу лежали они так и лежали единственно вот кстати как насчет туалета я не посмотрел здесь нет туалета в камерах куда они справляли свои так сказать нужды уже остается вопрос и по поводу на не увидел ни крючков не петель ничего нары все равно должны быть хоть в любой тюрьме но видимо в 1890 году считали что преступник не должен содержаться в более-менее нормальных условиях так ребятушки какая прелесть здесь во дворе у них растет посадили деревья ну на я думаю наверно посадили после закрытия тюрьмы а на заднем плане вот они высоточки чё это какая-то очередь а ну понятно здесь все в основном студенты стоят как я подлежу ну покуда мы с вами спускаемся чуть ниже вот за моей спиной сейчас видите это одно из зданий мельбурнского университета хочу сходить посмотреть как выглядит библиотека судя по фотографиям в гугле выглядит она весьма интересно внушительно ну что же пойдемте с противоположной стороны как этот корпус университета выглядит пройдемся по переулку уж покуда мы сюда пришли это местный университет со своими корпусами не знаю может читали новости не читали скорее всего вряд ли правительство австралии же буквально недавно были в этом году то ли в прошлом году они поменяли реформу образовательную раньше здесь можно было учиться раньше можно было поступать в университет до 45 лет учиться после этого получать postgraduate working visa который позволял вам находиться на территории австралии течение двух лет найти работу дальше искать работодателя чтобы он вас проспонсировал на рабочую визу и дальше с рабочей визу можно было подаваться на внж закон поменялся закон поменялся не в лучшую сторону для людей которые сейчас уже учатся и которым далеко за 35 лет сейчас по новым законам вы можете поступить до 35 лет в университет отучиться и на этом спасибо до свидания возможности у вас не будет получить postgraduate working visa все люди до 35 лет велкам после 35 лет до свидания студенты короче входит но вы можете пасе но вы можете себе представить да как люди которые сейчас уже в будущей возрасте 36 37 лет до сих пор здесь учатся будут заканчивать свое обучение но без перспектив как-то закрепиться остаться что им делать в таком случае я знаю то что в интернете народ негодовал собирали петицию подписи для того чтобы закон хотя бы был применим только для новых аппликантов те кто планирует поступать но не для существующих потому что многие из иммигрантов они будучи в возрасте например 40 лет на родине у себя продали абсолютно все квартиры машины поступили в университеты приехали сюда с семьями им по 38 по 40 лет они учатся им говорят правительство заявляет извините вы postgraduate working visa не получите а что людям остается делать что людям остается делать собирать чемоданы и уматывать обратно а столько сил было денег средств до всего вложено я считаю конечно же это несправедливо сто процентов надеюсь они что-то поменяют и все-таки сделают закон для новых аппликантов то есть те кто будут поступать до 35 лет а те кто уже сейчас учится позволили бы этим людям до конца отучиться получить под градеет визу как-то закрепиться потому что перспективы потому что перспективы отучиться здесь вкинуть кучу денег просто кучу денег для того чтобы через два-три года сказать спасибо до свидания неправильно это все тоже один из а ну понятно короче вот креативный кампус креативный кампус ребят креативный кампус не бойтесь я вас не снимаю вы меня интересуете совсем вот хочу посмотреть еще в библиотеку их местную знаменитую пойдемте до библиотеки и будем держать путь дальше прикольное здание смотрите это вот их местная библиотека студенческая знаменитая и интересно мне туда запустят или нет как не студента по идее должны я конечно не особо на студента похож но тем не менее я думаю тут любой может зайти взять книжку погонять в аренду почитать у меня книжка ни к чему меня своих вам класс можно уметь и шахматы игры пожалуйста ректики в кату на хлебались и играйте на здоровье вот с другой стороны в общем я спросил вход бесплатно это прикольно можно свободно пройтись посмотреть здорово нас интересуют полки с книгами ладно здесь здесь вход ух ты дорогая автоматически еще двери открывайся дружок посмотрите какая библиотека очень интересно короче приехал в самую лихушку на самый верх сейчас я вам покажу как это выглядит с балкона по-моему четырехэтажный четырехэтажный библиотека четыре яруса четыре левел клюва офигеть надо посмотреть в интернете сколько офигеть да в интернете посмотреть когда эту библиотеку построили я думаю лет двести так ребятки тезисно мы посмотрели с вами сегодня с утра несколько мест предлагаю сделать небольшую паузу и продолжение вы увидите следующем выпуске давайте до встречи всем пока